Добрый день! Вот интересный вопрос пришел мне на почту после ролика о том, как приготовить домашний йогурт. Вопрос такой. Вы говорите, что для приготовления йогурта не нужно никаких специальных приспособлений типа йогуртница, а сами готовите йогурт в аэрогриде. Получается, что для приготовления йогурта нужен аэрогрид. Дело в том, что для приготовления йогурта действительно не нужно никакого специального приспособления, Просто мне удобнее готовить в аэрогриле, поэтому я готовлю в аэрогриле. В прошлый раз я готовил домашний йогурт в аэрогриле. Но, а что делать, если нет аэрогриля? Сейчас я попытаюсь приготовить йогурт в духовке. Берем обычное молоко, магазинное, жирностью 3,2%. В качестве закваски будем использовать собственноручно приготовленный йогурт. Вот он. Добавляем сюда, на 1 литр молока, добавляем 4 столовых ложки йогурта. Загружаем йогурт. 4 столовых ложки. И хорошо его перемешиваем. Замеряем температуру. Температура должна быть в районе 28-29 градусов. И теперь разливаем это все в емкости. Я попробую сегодня, вот я раньше делал в пластиковых емкостях. Сегодня я попробую взять одну стеклянную баночку. Посмотрим, как это будет. Если понравится, собираюсь перейти вообще на стеклянную. И сейчас закрытые емкости с молоком и с закваской направляем в духовку. И для того, чтобы там была температура, окружающая где-то 30-35 градусов, Ставим в стаканчик кипятка. Кипяток нужно будет периодически менять, чтобы поддерживать эту температуру. И оставляем это на 5 часов. То есть для того, чтобы йогурт заквасился, необходимо 5 часов. Прошло 5 часов. Йогурт заквасился в духовке. После этого надо его очень-очень аккуратно, чтобы не тревожить, достать из духовки. И также аккуратно поставить в холодильник. Ну, где-нибудь на 12-14 часов. Пока йогурт будет стоять в холодильнике. Процесс, в общем-то, изготовления йогурта будет проходить. И вот уже завтра его можно будет есть. Вот так выглядит йогурт, который вчера я заквасил в духовке. Все получилось. То есть эксперимент удался. И вот первый раз я делал йогурт в стеклянной баночке. Ну, тоже, в общем-то, вот такой густой йогурт домашний, натуральный у нас получился. Как видим, для приготовления густого натурального живого йогурта совершенно не обязательно иметь йогуртницу или еще какое-то приспособление. Не обязательно иметь какое-то молоко повышенной жирности. Вот этот вот густой натуральный йогурт приготовлен из обычного магазинного молока жирностью 3,2%. Субтитры создавал DimaTorzok